Добро пожаловать в Остин. Немного расскажи о своей подготовке и что ты думаешь о Бакли как сопернике. Здравствуйте. Подготовка прошла успешно. Я думаю, что я на 100% готов к этому бою. Тем более в начале февраля мы с Бакли вместе готовились. Не помню, две или три недели мы вместе работали, спарринговались, боролись. Я думаю, что бой завершится досрочно. По-любому до решения не дойдет. Да, подготовка была успешна. Я готов к 100%. В начале февраля я тренировался с Хоакином за несколько недель. Я думаю, что борьба не будет на дистанции. Я его закончу. Что именно произошло в этих тренировках, что ты так уверен? Рассказывать, что там было, я думаю, что будет некрасиво, но не было такого, чтобы я не доминировал в каких-то аспектах. Я доминировал и над ним, и над всеми. И как бы я даже был удивлен, что он согласился выйти против меня. Раньше о нем говорили, что он не самый лучший спарринг партнер. Он обычно очень агрессивно работает. Твое личное мнение о нем, как о человеке, как спарринг-партнере. Да, я с этим мнением согласен, потому что мы первый раз встали на спарринг. Обычно ребята с нашего зала работают на лайтовом режиме. И как мы встали, и раунд начался, и он начал жестко бить, особенно ногами. И, естественно, я его быстро перевел и сделал свою работу тогда же в экстриме. Да, он жесткий, он жестко работает, он работает так, как будто мы деремся в клетке. Это то, как ты себе представляешь бой, что он начнет агрессивно, и ты потом его переведешь. Вы знаете, я не буду кидаться ему там в ноги, чтобы его перевести, потому что я считаю, что у меня отличная ударная техника. Я ни в одном аспекте, ни в ударке, ни в борьбе, ни в грепнинге. Не буду ему уступать, и не уступаю. Это мое личное мнение, и я намерен продемонстрировать это в бою. Да, я не буду просто прыгать в его ноги, я уверен в моем стендапе, я верю, что я лучше, чем он в каждом аспекте. Стрики, грабли, и все. То, как ты говоришь о своем сопернике, выглядит, что ты считаешь, что это будет для тебя легкий бой. Вы правы, я считаю, что кроме топ-5, топ-5 UFC, для меня они легкие соперники. Абсолютно, вы в этом правы. Да, ты прав. Я считаю, что кто-то, и кто-то, и кто-то в топ-5, это легкий бой для меня. В начале его карьеры у него был известный нокаут. с разворота и считаешь ли ты что он все равно может быть опасен несмотря на то что ты уверен своих силах что все равно может быть опасен в определенных моментах вы знаете у любого бойца который уходит в клетку есть какая-то изюминка там может у кого-то тяжелые руки у кого-то тяжелые там ноги кто-то нокаутер у кого-то там хороший гриппинг и в любом случае если у него не было бы что из этих аспектов он бы тут не казался бы поэтому естественно есть какая-то какой-то процент опасности с его стороны но я к этому готов и я считаю что я намного выше уровнем чем он и of course you know every fighter have something special you know some heavy hand some kicks hard and he wouldn't be here if he had anything he hadn't anything special but I'm ready I'm ready for it and I'm still confident I'm gonna beat him do you maybe feel like you can also knock him out standing up or do you see yourself just you know taking him to the ground and ground and pound in that regard может ли ты представь что ты его нокаутируешь в стойке или только ты видишь то что ты его забьешь фактор я по-любому попытаюсь уронить его в стойке любой ценой я попытаюсь финишировать его хоть в стойке хоть в партию для меня это не имеет абсолютно никакого значения потому что я работали в стойке и в партере со всеми ребятами у меня были хорошие спарринг партнеры поэтому не имеет значения в стойке или в партере это завершится бой в любом случае любой ценой я добьюсь этого yeah I will try to drop him standing up first and I will do anything that I can to finish this fight it doesn't matter is it gonna be striking or grappling I will do everything to finish him do you think it's going to be if when you do get that finish or if you do get that finish do you think it's going to be harder for you to find some fights you're on about a 10 fight win streak Если ты завершишь этот бой досрочно, считаешь ли ты, что в будущем у тебя будут проблемы в поиске соперника, так как ты на большой победной серии идешь? Я считаю, что я могу доминировать над любыми из этих соперников, в том числе и Пакли, и Бакли, разницы нет абсолютно. Поэтому я считаю, что это не самый сложный бой, если не случится какие-то неожиданности. Я попросил Дану Вайт, чтобы мне дали на 2 июля бой в Тимобил арене через 2 недели после этого поединка. Дану Вайт, after this fight, to give me a fight in Тимобил арене на 2 июля 2, after 2 недели, и я готов за это.